Я просто считаю мое мнение, что это проистекает из того, что государства в России и государства в так называемых демократических странах родились по совершенно разным основаниям. Я уже говорил, помните, да? Государство в странах демократии появилось на свет из насущных нужд самих граждан. Вот граждане, сами простые люди родили государство в Европе, в США, в Канаде, в демократических странах. Они родили на свет государство как инструмент, который позволял бы им обеспечить их нормальную жизнь. Да, я в этом плане всегда цитирую американскую конституцию, которая позволяет оборудованному восстанию власти. Совершенно верно. А в России государство никакие граждане не рожали. В России государство с самого начала родили те, у кого была власть. И они родили государство как инструмент для своих нужд, а вовсе не для нужд граждан. И поскольку политика является неотъемлемой частью государственной жизни, поскольку нормальному человеку здесь, в России, всегда стыдно признавать себя частью этой политики. Потому что он знает, что политика здесь не его дело, а дело тех, кто создал государство и держит его, дабы извлечь из этого своего положения максимальную пользу, в основном финансовую. И, конечно, стыдно в этом участвовать, потому что, простите, совесть есть даже у сатаны. Да, она находится в зачаточном состоянии, но она у него есть. Поэтому, конечно, стыдно. Безусловно, стыдно участвовать в этом. Стыдно быть хоть в какой-то степени причастным к этому жуткому совершенно бардаку, где действительно жулики и воры правят бал. А ты-то тут при чем? Ты-то какого черта? За Жириновского, не за Жириновского? Это же не твое дело. Это дело тех, кто придет в класть или останется у ней и будет красть у тебя бабло. Почему же мы все-таки, стыдясь, участвуем в этом? И тут ответ очень простой. Потому что каждый из нас хочет быть на месте Путина. Буквально каждый избиратель. Буквально. То есть каждый думает, черт возьми, чем вот этот придурок хуже меня. Я тоже хочу так. Прийти туда и делать то же самое. И поэтому... Это тоже принцип, что курсаж... Совершенно верно. И поэтому, и поэтому я просто вот... Вот говорят, долой Путина. Хорошо, долой Путина. Придет Жутин, Мутин, Хренутин. Он будет вести себя точно так же, как Путин. Если не хуже. Почему? Потому что нельзя противодействовать системе. Если ты пришел наверх и хочешь делать добрые дела, ты системой будешь уничтожен. Убит. Выкинут. Поэтому люди здесь, в России, раздираются между двумя противоречивыми тенденциями. С одной стороны, страшно стыдно участвовать в этом пошлейшем и мерзейшем занятии, которое называется политикой. А с другой стороны... А почему не я? А вдруг завтра все повернется и я? А вдруг придет мой кандидат? И я, авось, займу место, несколько более высокое, чем то, которое я занимаю сейчас. И уж тогда-то, уж я тогда-то уж дорвусь и возьму свое. И, наконец, третья тема. Так сказать, Млечин, который тебя удивил тем, Сашенька, что он вдруг оказался за Путина. Значит, я тоже за Путина всей душой. Ох, тебя сейчас побьют. Путин. Твои сторонники. Пусть меня бьют кто угодно. Путин совершенно по праву президент России. Ну да, это мы обсуждаем. Потому что Путин есть консолидированное и увеличенное отражение некой совокупной русской личности. 75% людей, населяющих Россию, это Путина. Поэтому Путин и должен быть президентом. Обязательно. Другое дело, что то, что я сейчас сказал, это целесообразность. Это понимает мой мозг. А сердце мое, безусловно, бунтует против этого отвратительного субъекта. Я ненавижу Путина по эстетическим соображениям. Не по политическим, не по экономическим и не по социальному. Он мне просто отвратителен. Вот поэтому я голосую против него. Но я еще раз хочу сказать, что он и только он должен быть президентом этой страны. Потому что он олицетворяет в себе настроение, чувство, чаяние, надежды и мысли абсолютного большинства населения Российской Федерации. Конечно, Млечину тогда был задан вопрос, не должен был быть Путин президентом. А смысл его реплики был в том, что он как бы принимает его как способ правления. Я понимаю, Сашенька. Именно это меня поразило. Мне кажется, что... Если бы он сказал, что Путин должен быть президентом, вопросов нет. Нет, смотри. Млечин просто обычный человек. Я открою тебе секрет. Ну просто это... Вошло в такой диссонанс с тем, что он говорил годами с моей радиостанцией, что... Саш, смотри. Умелому интервьюеру крайне трудно противостоять. Что такое хороший интервьюер? Это человек, который, делая тебе хорошо, вытаскивает из тебя все... Ну ладно, а Млечину мы точно не будем говорить. Не будем. Это неинтересно. Поэтому он просто, так сказать... Тут, так сказать, надо сказать, браво Тони Самсоновой. Это само собой. Да, что она его разделала. Скажешь, пусть с ним. Вернемся к теме. Поэтому вернемся к теме. Значит... Так сказать, резюмирую. Люди, обладающие хотя бы какими-то элементарными началами совести и морали, стыдятся признаваться здесь в том, что они участвуют в политической жизни страны. Как стыдно работать швейцаром в публичном доме. Но если у тебя нет другой работы и надо кормить семью, то ты будешь работать швейцаром в публичном доме. И будешь всю свою жизнь ненавидеть кого? Самого себя. Но поскольку ненависть к себе убийственна, ты будешь ненавидеть кого? Правильно. Пиндосов, жидов, оппозицию, масонов, соседей, ментов, Путина. Не знаю, кого. Знаешь, какая аналогия пришла сейчас в голову? Что политическая стыдность напоминает некую сексуальность в данном случае. То есть все понимают, что другим способом детей не сделать, но как-то говорить об этом не принято. Почему же не принято очень? Многие любят говорить об этом. Боря, он имеет в виду, если нет любви. Или ты говоришь о публичных разговорах об этом? Я говорю о публичных, и даже не то, что о публичных, смотри. Потому что, в принципе, говорить о каких-то своих сексуальных предпочтениях, еще о чем-то даже в компании такой 2-3-4 лет, ну как-то тоже не очень принято. Если это, конечно, не компания, то, что им принято говорить быдло. Ну да. Как-то не принято говорить. Нет, не принято, конечно. И, в общем, это объяснимо, почему не принято. Да, вот таким вот образом... Это тема сакрального низа, а это вообще отдельная история. Так вот, может быть, политическая тема в России тоже тема сакрального низа? Может, она фрейдистская какая-то? А что не фрейдистская? Ты сейчас уйдешь в Россию, знаешь, куда? Ты сейчас заставишь меня говорить, что вообще знаешь о чем? Мы можем заблудиться, дядюшки Фрейди, и не выброшу оттуда. Мы не слушаем такие мнения Бориса по поводу сексуальной темы. Действительно. Почему сексуальность? Обязательно сексуальная, у нас поменялась как-то тема... Политическая сексуальная тема. Не-не, это одно и то, что в самом деле он правил. Ну, я считаю, что на самом деле это у нас не то, чтобы стыдно говорить, а поскольку, в общем-то, мы все выросли в одно и то же время, фактически, там плюс-минус несколько лет, и, в общем-то, с детства мы все твердо знали, что главное это не высовываться, что самое хорошее место это где-то в серединке. То есть не надо быть старостой класса, потому что ты будешь учить все то же самое, только еще плюс у тебя будет геморрой, потому что тебя будут спрашивать, собрал ты взносы комсомольские или нет. Кому это нужно? Вот. А говорить не стыдно. Говорить, за кого голосовали, не стыдятся, я думаю, что в какой-то глубине, в какой-то мере опасаются. А вдруг... Чего, Боренко? А он всегда готов к тому, что будет только хуже. А, еще тот кандидат, за которого ты не голосовал, услышит эту идею, отомстит, да? Конечно, он мне не отомстит. Мы начали с того, что почему политические люди, публичные, стесняются говорить о том, за кого они голосовали. Да, чтобы не было отнесутся. Потому что сегодня, в общем-то, например, выступая в поддержку какого-нибудь из кандидатов, он при этом сам может голосовать за другого. Никто не узнает. Никто не узнает. Он сказать об этом не может, потому что он боится, что, например... Перекроет доступ на ящик. Ну, закроет концерты. Да, деньги. Перекроет доступ на ящик. Каким-то странным образом. Не артикулируя это как причину. Вариант, например, такой, что ты публично заявил, что я голосую за Пупкина. А вдруг завтра Пупкин объявит врагом народа? Черт возьми, а я же публичная личность. Я публично заметен. Соответственно, у меня наступит крах всей моей сытой и уютной жизни. А почему они так все ведут? Потому что все, в виде меня, будут сразу говорить «Ах, это урон, ну как же, мы помним, за кого ты поддерживал». А почему так, отличный вопрос? А почему? А потому что не самостоятельно, потому что рабы. А почему рабы? Потому что привыкли, что у нас управляющая партия решает все вопросы в поле. А почему, Андрюша? А потому что поддерживая какого-то передата... Семь причин Позаславской. Юра, я знаю, вы это ведёшь. Нет, 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 нет. Такое место. Одна причина по хейфицу. А потому что за государство это, это не моё государство. Я его не рожал. Я не создавал его. В первую очередь думает о себе, о своей заднице. Хорошо. Ну это хорошо, что... Но горожане, Боря, нет, нет, подожди. Горожане, когда в Европе били рыцарей и создали... Ты же знаешь, когда первые государства нормальные появились, когда горожане восстали против рыцарей. Рассерженные горожане. Да, начали их бить. Они же тоже думали о своей заднице, Боря? А ну наступает момент, когда уже всё... Не, не, подожди. Они же думали о своей заднице? О своей, конечно. Почему же... Они хотели стать рыцарем. А мы когда били своих татарных князей, мы о чём думали? Это неизвестно, кем они хотели стать. Известно. Может, просто им не нравились рыцари. Я хочу... Нет. Горожане, Боря, не хотели стать рыцарями. Они их били и хотели, чтобы не было рыцарей. А мы били своих князей, Боря, чтобы стать князьями. И это самое главное. Подспудно занять место. Совершенно верно. Понимая или не понимая. Подспудно занять место. Горожане били рыцарей, твёрдо понимая, что если рыцарей не будет, когда они их всех перебьют, то станет вольготнее больше каких-то благ каких-то больше. Опять-таки, лично мне, как горожане. Правильно. То есть, в первую очередь, всё думают о своём собственном благе. Но подожди, подожди. Но ты видишь развилку? Развилку, конечно, есть. А почему мы этим руководствуемся? Вот. Почему мы хотим стать властью? Вот тут прав ты. Потому что рабы. Неисправимые генетические рабы. Вот. Генетические. Кто это сказал? Раб не хочет быть свободным человеком, он хочет быть господином. Кто это сказал? Я не помню. Короче говоря, вот в чём стыдность-то. То есть, ну, раб хочет быть надсмотрщиком. Ну, это тоже господин. Ну, господин. Вершитель. Над ним свои господа. Он хочет быть встроенным. Ты помнишь вот этот гениальный ход Суллы, который это понял? И как он надолго предотвратил восстание рабов в Риме. Сулла. Он подразделил рабов. Он дал рабам разные ошейники. А, да. Да. Железные, медные, бронзовые, серебряные и золотые. Вот и всё. То есть, если я правильно, как говорится, понимаю твою мысль, то, что ты пытаешься подвести некий итог, это, собственно говоря, просто некая национальная, что-ли, такая вот ментальность, еще что-то такое, некая особенность национальная, что вот именно здесь так принято. Такой монастер. И это нехорошо, неплохо. Нет, это так принято. Такой уклад. И так здесь будет всегда. Точно так же, как, предположим, на Востоке, стыдно там женщине снимать паранжу там на улице, да? Ходиться на жену, например, сону. Ну, допустим, пусть так, хорошо. Это всё, понимаешь, паранжа, гражданская война, это всё не причины, это следствие. Средствие чего? Характера. Характера. Нрава. Отношение людей к самим семьям. Совершенно верно. Кем они себя отсчитывают. Совершенно. Вот как у отдельного человека есть характер и нрав, который проявляется к пяти годам полностью, и исправить его невозможно. Дальше можешь только наблюдаться и говорить, ну, ты знаешь, господи, откуда? Ни в мать, ни в отца, ни в прорежего молодца. Вот точно так же у народа есть характер, нрав. Может только наблюдать и удивляться, и говорить, господи, да что же это такое? Что могло заставить Фридриха Великого сказать русского солдата убить? Это даже не полдела. Его надо повалить на землю. Вот это национальный нрав в характер. Ну да, тут ничего вообще. Что здесь можно сделать? Не давалишь, не изменишь, боюсь, что... Поэтому, поэтому, смотрите, я наконец понял, вот я сам для себя, да? Вот сейчас весь интернет переполнен. Чего вы идете на эти митинги? Чего вы хотите? Вывод-то из того, что я говорю, какой? Что если это национальный характер, и, как я сказал, 75% как минимум любят Путина, и всегда будут выбирать Путина, не как фамилию, не как личность, а как вот способ существования. Чего же на митинги-то ходить? Ответ-то простой. На митинг человек идет для себя самого. Вот он испытывает отвращение, и он хочет сказать, ты мне отвратителен. Он идет на митинг, чтобы выразить свое эстетическое чувство. Имеет право. Имеет. Абсолютно. На митинг, как на концерт. И весь ужас нашего... На концерт, на каравал. Ужас нашего... Ужас нашего оботования в том, что мы совершаем над собой это действие, прекрасно понимая, что никакого... Ничего совершенно верно. В социальной жизни не может быть. Абсолютно. Потому что... Нам важно для них себя быть вот этими, такими. Да. Вот смотри. Кто на самом деле, кто сделал так, что несмотря на все ужасы и мерзости существования, Россия до сих пор есть на белом свете? Кто это сделал? Это сделал русский народ? Нет. Это сделал перегной. Вот этот тончайший слой. Три процента. Это кого-то обозвал перегноем. Перегноем это ты, например. Ты меня обозвал перегноем? Да. Это на тебе растут все идеи, понимаешь? На мне растут волосы. Волосы, да. Вот этот вот перегной трехпроцентный и сделал так, что Россия до сих пор жива. Это он движет страну все-таки вперед, несмотря ни на что. Несмотря на все... Я абсолютно убежден, ни одна империя на свете не выдержала бы того, что выдержала Россия. Просто вот этот перегной российский трехпроцентный, он настолько мощный, он настолько бесстрашный, он настолько пассионарный, он настолько переполнен идеями, чувствами, стремлениями, невозможностью жить в дерьме. Настолько переполнен, что он постоянно толкает этот ужасно неповоротливый состав вперед, и он скрипя, обливаясь кровью, кряхтя, ломая рельсы и шпалы, но движется вперед. Так вот, вот эти люди, вот эти несчастные 3%, вот они ходят на эти митинги. Это их одолевает эстетическое отвращение, так сказать, правящей власти. Это они не желают, чтобы с ними поступали как с быдлом. Это ими и живет страна, хотя она их больше всего и ненавидит. Вот в чем ужас российской истории, но и движущая сила ее. А ужасы, уклад просто. Вот так живут. Я согласен. Живущие в песках, ведь тоже потому, что ужасно живут, но они так живут. Но я согласен, но кроме слова ужас, нет адекватного обозначения тому, например, что описано у Булгакова в Белой Гвардии. Нет, но просто эти 3% или 4% воспринимают это как ужас. Конечно, потому что да. Остальные не воспринимают как ужас, остальные 96%. Нет, ну и те люди, которые в пустыне думают, что они живут в ужасе, построили там какие-то каналы, еще что-то. Андрей, подожди, Андрей, подожди, Андрей, давай мы минимизируем, мы сейчас растечемся. Смотри, я говорю об империи. Вот, да, ты понимаешь, что такое империя, да? Империя – это колоссальный тиран и вампир. Это жуткий, отвратительный монстр, спрут, уничтожающий человеческое достоинство и губящий в личности все то, что ее личности составляет. Ни одной империи более в мире не осталось. Осталась только Российская империя. И эта империя будет существовать? США не империя. Ну какая она империя? Ты же сам сказал, что любой гражданин… Я могу сказать любую чушь. Почему чушь? В США устроены по конфедеративному принципу не мне тебя учить. А почему бы нет? Перестань. Значит, вот когда ты изумляешься тому, что при всем том количестве крови и дерьма, которые даже мы, никакие ни герои, ни мафусаилы, ни страстотерпцы, даже мы за свою жизнь хлебнули цистерну крови и дерьма, каждый из нас, да, свою, ты спрашиваешь себя, как это может существовать до сих пор? Почему это существует до сих пор? Потому что вот та самая русская интеллигенция, которую Ленин и Говорухим назвали там говном, да? Говно нацией. Они не понимают, что говно – это не оскорбление, это органическое вещество, благодаря которому нарастает перегной, на котором тот же самый Говорухин и колосится, когда он снимает там Варашиловского стрелка или там, так сказать. Поэтому Говорухин, когда он так говорит, он просто плюет себе в лицо, что крайне для русского человека, в общем, так сказать, говно – это очень много, на самом деле, помимо этого, а это вырвано из контекста фраза. И стыдно-то, я просто скажу сказать, что вот стыдно-то, когда мы говорим, кому на самом деле стыдно признаваться в том, что он голосовал за Прохорова, за Жириновского там, что он вообще участвовал, кому стыдно-то, вот этим трем процентам и стыдно. Ты знаешь, смотри, я только что хочу тебя тут же разбить об стенку. – Разве? – Да, ты только что сказал, что ты меня обозвал тоже тремя процентами, обозвал меня говном и перегмоем, но при всем при этом, мне не стыдно. Я вот честно говорю, что я в прошлый раз, когда я в признавский угол, я голосовал за Медведева, головой голосовал, абсолютно четко представлял, и я пошел и голосовал за Медведева, я голосовал за Медведева. Я голосовал за Ельцин вот тогда, в самый первый раз, в начале 90-х, я в 96-м уже не голосовал. – Андрюш, ну конечно. – И если бы я мог пойти, физически мог пойти в этот раз, я бы голосовал за Прохора. – Ну не все же абсолютно, Андрюш. – Ну не все, это неправильное говно. – Ну не упрощай настолько. – Хорошо, как проктолог со стажем, хочу тебе сказать, что говно представляет собой чрезвычайно сложное органическое вещество, в котором присутствует огромное количество всяких фрагментов. – Ну ладно. – Оно неоднородно. – Ну почему? Пускай, мы про говно скажем. – Я уже сказал. – Нет, говно вообще было в другом совершенно контексте. – Потом есть еще одна вещь. – А никакая неорганинка. – Ты меня прости, я тебе не психоаналитик никакой. – И слава Богу. – Но я уверяю тебя, что и тебе бывает стыдно. – Ну нет, мне все время стыдно, каждодневно буквально. Я сейчас общаюсь с тобой, и мне уже стыдно за это. – Отлично. Значит, ты жив. – Поэтому, к чему этот весь, так сказать, жуткий пафос, да? Существует страшный раздрай, я уже сказал. Вот существует страшный раздрай. Невозможно не участвовать в строительстве государства, в котором ты живешь. Это постыдная политика эскапизма. Но участвовать в политике, так сказать, в политике устройства этого государства, которое неизбежно будет отвратительным, ибо этого хочет основное большинство, так сказать, участников этого государства. – Оно позволяет. – Да, это тоже стыдно. Всякий культурный человек в России живет между двух стыдов. Добродский выразил одной фразой – «Жить здесь невозможно, уехать отсюда немыслимо». Вот всякий культурный человек в России живет между двух стыдов. И как ни ужасно в этом признаваться, это и есть тот двигатель внутреннего сгорания, на котором произрастает русская культура. Из этих двух стыдов вырос Достоевский, из этих двух стыдов вырос Бродский, из этих двух стыдов вырос, я не знаю вообще, значит, Чайковский. Все значимое в России вырастает из столкновения этих двух стыдов. Всем я вас и поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok